Итак, добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем бизнес-канал на Финам-ФМ, сейчас сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня красный день календаря для многих, по крайней мере для тех, кто сегодня в моей студии, для тех, кто слушает, я надеюсь, это точно так же, сегодня праздник, да, специализированный, я бы сказал, тема сегодняшнего эфира, киберпонедельник 2014, что будет дальше с интернет-торговлей в России. Итак, представляю гостей в студии сухого остатка Виталий Жигулин, исполнительный директор ассоциации компании интернет-торговли, добрый день, Виталий, добрый день, и в студии Александр Рожнов, директор по интернет-бизнесу компании Белый Ветер, добрый день, Александр, добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете к нам присоединиться, как всегда, у вас для этого есть возможность дозвониться до прямого эфира, я напомню, телефон студии 6510996, код города 495, либо написать нам на сайте, адрес которого финам.фм. Традиционно первый вопрос именно вам, пользуетесь ли вы услугами интернет-торговли, ну, в частности, может, кто-то из вас сегодня что-то приобрел с огромными скидками. Ну, и почувствовали ли вы на себе проблемы, о которых, собственно, мы сегодня тоже будем говорить, проблемы, связанные с оплатой интернет-покупок в сети. Итак, начинаем разговор, ну, давайте начнем с некого информационного повода, я прочту, сегодня 27 января российские интернет-магазины проводят грандиозную онлайн-распродажу, которая была названа «Киберпонедельник-2014». Собственно, это вторая, да, такая продажа в истории, в прошлом году был «Киберпонедельник-2013». В этом году участниками акции станут около 20 компаний, ну, и история такая забавная, мне показалось, что термин «Киберпонедельник» появился в Штатах в пятом году, когда впервые была проведена организованная онлайн-распродажа. «Понедельник» был выбран не случайно, вот это мне очень понравилось. Считается, что офисные работники, придя после выходных на работу, имеют достаточно времени, чтобы заказать с рабочих компьютеров необходимые товары. Забавно, больше делать нечего в понедельник, конечно. Ну, что ж, давайте начнем, и первый вопрос тогда, Виталий, Виталий, первый вопрос к тебе. Ну, собственно, что есть этот «Киберпонедельник», насколько он интересен, а, покупателям, да, б, непосредственно участникам интернет-сообщества. Спасибо. Ну, совершенно верно, первый «Киберпонедельник» прошел в январе 2013 года. В нем участвовали только члены ассоциации компаний интернет-торговли, 6 компаний. По нашим оценкам он прошел достаточно хорошо. Продажи выросли в 4 раза. Оборот составил объем... В 4 раза по сравнению с обычным? Да, с обычным периодом. 352 миллиона рублей. Соответственно, второй «Киберпонедельник» проходит сегодня с 0 часов. В этом году мы пригласили всех добросовестных участников рынка. Не только членов ассоциации? Сэрш, наверное, более чем 50 компаний присоединилось, где-то 20 компаний подали заявки, но мы вынуждены были отказать им, поскольку уже не успевали подготовить технические возможности для нагрузки, для теста, сайта и так далее. Кто приглашался? Приглашались все, кто готов следовать правилам акции, которые разработала наша ассоциация. Эти правила достаточно понятны, они направлены на, в первую очередь, защиту потребителя. То есть должна быть информация на сайте о компании, должна быть размещена информация о стоимости товара, о правилах возврата, о сроках доставки. Стоимость, которая указана на сайте, должна не отличаться от реальной. Такие понятные, прозрачные и добросовестные правила. Все, кто готов присоединиться в этот день, к этой акции присоединились. Я понял. Александр, когда компания ставит себе задачу, принять участие в этой акции, она обычные маркетинговые задачи решает? Повышение продаж или что-то еще? В первую очередь, задача именно маркетинговая, это привлечение внимания с помощью пиара этой акции, поскольку в этот момент объединяется много брендов, много сил. На это обращает внимание потребитель, тем более для него есть прямая выгода. И в этот момент мы очень сильно расширяем свою клиентскую базу. Прямой коммерческой выгоды в этой акции, на мой взгляд, нет. Мы, по крайней мере, себе такую задачу не ставим. Мы рассчитываем, собственно, познакомиться с большим числом клиентов. Смотрите, если опять возвращаться к инфункционному поводу, 20 компаний примерно, я даже не буду... 51. Уже 51, да. Смотри, я не буду их называть по именам, что называется, но в принципе вы занимаетесь одним и тем же. Да, это, собственно, продажи электронной какой-то продукции и так далее. Вот здесь конкуренции не возникает, наоборот, что называется? В Киберпонедельнике, во-первых, участвуют совершенно разного направления компаний. То есть там есть одежные компании, есть вот как мы, связанные с электроникой. Вот, конкуренция на самом деле возникает. Более того, мы, не секрет, там не имеем никакого сговора, да, то есть все предложения, они... Ну, в этом есть и действительно прямой интерес каждого сохранить до конца тайну. Вот, все предложения появляются буквально ноль в ноль, ноль, ноль. Вот, после чего мы все уже, там, как говорится, на равных конкурируем за потребителя. Поэтому... Но если говорить о конкуренции, вы все равно каким-то образом планируете привлечь себе больше, чем ваш коллега, который те же услуги предлагает? Верно, да. У него 70%, а у вас 80%. Да. Вау, и все к вам. Мы своими результатами точно довольны и очень много в это сил вкладываем. В прошлый раз, вот как раз говоря про общие цифры в 4 раза, мы выросли в 5 раз. Наверное, возможно, мы в чем-то были более там аккуратны в предоставлении скидок и организации этой работы. А вообще, если говорить про конкуренцию, то, как правило, все равно, ну, там не бывает диких скидок на те товары, которые в первую очередь, как говорится, там, интересны потребителям. Очень массовые товары. Их просто невозможно сделать огромные скидки. А по остальным товарам, их настолько широкий ассортимент, что мы, ну, не сильно пересекаемся. То есть, каждому найдется там интересный продукт. У каждого ритейлера найдется интересное предложение отдельное. И, как показал опыт, в Киберпонедельник выиграют все. То есть, несмотря на конкуренцию даже, вроде бы есть что сравнить, но при этом выиграют все и выиграют в достаточно большой степени. И все-таки подчеркнем еще раз, да, основная мотивация, да, участия в этой акции, это маркетинговое все. Основная мотивация – пиар. Пиар. У нас есть звонок, чтобы не томить нашего слушателя. Давайте пообщаемся. Илья, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый. Ну, как бы вот по поводу Киберпонедельника хотел посвятовать, что почему-то в интернете недостаточно, на мой взгляд, широко освещалось это событие. Потому что вот как раз недалечь, как вчера я в одном из интернет-магазинов покупал товар, и, соответственно, никто ничего не сказал. Если бы лучше подождал до сегодняшнего дня и посмотрел, что за скидки. А что касается волшебного закона об ограничении интернет-торговли, то могу сказать одно, что вот есть такой достаточно большой, на мой взгляд, рынок – это запчасти и аксессуары из Соединенных Штатов для машин американского рынка и для корейских, китайских автомобилей. В частности, электроника, головные устройства, аудио, естественно, если раньше стоило это где-то 500 долларов, соответственно, народ объединялся в автоклубах. То есть, там, 10 человек и выше ходили напрямую на китайского производителя, китайцы с удовольствием с таким мелким окном работали. То есть, здесь магнитол по 500 долларов, все прекрасно, заказ оформлялся, магнитолы приходили. То есть, сейчас, конечно, эта лазейка прикроется, и мы, потребители, будем вынуждены покупать все то же самое только здесь, у российских, как бы, уже официальных продавцов. Да, дистрибьюторов, или, может быть, не дистрибьюторов, но в любом случае, разница в цене доходила до 100-150%. То есть, если головное устройство на конкретную марку здесь стоит 29-32 тысячи рублей, то там оно стоило максимум 500 долларов. Вот такая вот штука. Ну, то есть, Илья, с вашей точки зрения, вот эти ограничения, сейчас мы тоже о них будем говорить, естественно, более детально, ограничения касаемые интернет-торговли ударят сильно по кошельку, конечно, потребителей. Абсолютно, ну, на мой взгляд, а больше они ни по кому. Ну, может быть, как бы, именно вот те интернет-посредники, которые предлагали, это как-то пострадает. Но я сомневаюсь, что это достаточно большой, ну, бизнес для них, там, градообразующий. Но то, что потребители, естественно, все будут оплачивать из своего кармана все эти изменения, это однозначно, я думаю, ни у кого сомнений не возникает. Я понял. Спасибо огромное за звонок, Илья, спасибо вам. Ну, давайте начнем с вопроса номер один, видите, как. Неосвещенные акции. Да, да, как, как, нехорошо получилось, да. На самом деле, наверное, не повезло, мы готовились и делали заранее. Во-первых, сделали сайт Киберпонедельника, начали делать рассылки, по крайней мере, с теми людьми, с которыми мы уже знакомы, для этого нужно иметь контакт с человеком. Мы их оповещали о подготовке к этой акции и каким-то образом бомбардировали этой информацией. Но, с другой стороны, скажу, что вот как раз зная, во-первых, и пределы нагрузочные, и какие-то отдельные недовольства уже, когда мы собирали очень большой трафик и не могли с ним справиться, мы в этот раз точно изменили немножко подход, с одной стороны, повысив свою ресурсность по исполнению заказов, с другой стороны, как раз сократив количество вот той самой навязчивой платной рекламы, да, вдалбливания со всех сторон. И, возможно, из-за этого, в том числе, как-то охват, может быть, и сократился. Вот так. Но это сделано осознанно для того, чтобы, ну, не перегреть излишне, поскольку мы потом же сами должны будем это хорошо исполнить. То есть, парадоксально, но, с другой стороны, вот эта излишняя реклама могла бы, собственно, картину-то изменить к худшему. Поэтому, может быть, да, вы так особо и не продвигали. Виталий, есть проблемы, действительно? Этот вопрос, кстати говоря, очень связан сильно с вопросом, который вы задавали по конкуренции в рамках Киберпонедельника. И наша ассоциация, она не зарабатывает, естественно, на этой акции. Мы не вкладывали сюда средства и отдали это на откуп участникам. То есть, чем больше компания-участник раскручивала этот проект, это участие, тем больше... То есть, это исключительно ее инициатива, да? То есть, мы разработали правила и дали возможность присоединиться всем желающим. А дальше конкурируйте, да, привлекайте клиента, делайте так, чтобы клиенты знали и так далее. То есть, это как раз-таки элемент конкуренции здоровой среди добросовестных участников рынка. Потому что цель акции – это поддержка добросовестных участников, ну и, с другой стороны, конечно, формирование традиций у покупателей онлайн-шоппинга. Ну да, хороших традиций в данном случае, да, все-таки, если мы говорим, что в Штатах эта история появилась аж в 2005 году, то мы сейчас пока еще на пути формирования. С точки зрения, конечно, потребителя, Виталий, опять тебе вопрос, собственно, но почему он должен именно... Ну, помимо того, что скидка, видимо, ему больше будет обещана, почему он именно в киперпонедельник должен эту покупку совершить? Опять-таки, выигрывает потребитель, да, потому что конкуренция, в ходе конкуренции выиграет потребитель. В первую очередь, это скидка, да, есть много покупателей, которые к нам обращались непосредственно в компанию заранее, то есть они уже знают, какой товар хотят купить, и ищут лучшее предложение на рынке. Соответственно, мы довольны, что потребитель найдет в этот день что-то, что он искал по более привлекательной цене. Также, со своей стороны, в этом году мы обеспечили колл-центр бесплатный на площадке нашей ассоциации, куда может обратиться потребитель и получить ответы на все интересуемые вопросы. Этот колл-центр будет работать, он уже работает с ноля часов и будет работать в день акции, всю неделю после, да, то есть мы будем сопровождать потребителя в течение всей недели, и все вопросы и возможное непонимание мы будем разрешать на нашей площадке, тем самым повышая доверие к онлайн-покупке в отечественных российских магазинах. То есть совершив покупку сегодня, да, я еще всю неделю могу, если вдруг что-то там произошло не так, как я ожидал, могу этот вопрос решить. А с точки зрения техники, Саш, значит, я так понимаю, что у каждой компании, которая участвует в этом мероприятии, есть, естественно, интернет-сайт, интернет-ресурс какой-то, и покупатель взаимодействует с нею непосредственно. Но помимо этого, я понимаю, что интернет-ресурс есть и ассоциации, да, и я могу выйти на него сначала и получить какие-то ответы, то есть вы будете меня переадресовывать, да, или непосредственно... Совершенно верно. У нас есть наш сайт, страничка, где размещены все участники, которые присоединились. Там же покупатель может ознакомиться с правилами, которые также размещены. Там же есть информация о колл-центре и есть ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Тем самым, найдя магазин, который участвует, он может нажать на его логотип и перейти непосредственно на страничку магазина и узнать более подробно, на какой товар, какая скидка и так далее. Хорошо, более-менее понятно. Ну, в любом случае, хотелось бы, конечно, о результатах поговорить, но еще рано о результатах говорить, потому что до 24, да, по Москве процесс будет продолжаться. Хорошо. Давайте поговорим тогда о другой стороне медали, что ли, да, еще одной важной составляющей интернет-торговли, ну и то, что Илья, собственно, несколько секунд назад уже озвучил. Ну, вот эти вот готовящиеся еще пока, да, я так понимаю, законопроекты в ограничении и суммы в заключении, ограничивающие, значит, ввоз, да, товар из-за рубежа, вот как они на участников, на потребителей в конечном итоге, да, каковы цели, задачи и кто от этого выиграет и кто проиграет? Виталий, давай с тебя, Петрович. В первую очередь необходимо подчеркнуть, что сейчас обсуждаются различные подходы и предложения, то есть ничего не изменилось. Покупатели как жили по прежним правилам и законам, так и живут. Никаких изменений в настоящее время не произошло. Есть предложения, которые обсуждаются в правительстве, есть поручения президента разобраться и упорядочить интернет-торговлю. Я хочу также подчеркнуть, что в рамках всей интернет-торговли вот эта трансграничная торговля, то есть покупка в зарубежных магазинах, занимает далеко не самое большое место, да, она растет, темпы растут, безусловно, но это еще не вся интернет-торговля. У нас в России 39 тысяч игроков, да, на внутреннем рынке. Соответственно, вот этот сегмент небольшой, да, связан с тем, что в Россию ввозится огромное количество посылок, из-за того, что в России самый высокий в мире порог беспошлиного ввоза. Нигде в мире тысяча евро в месяц для человека, для собственных нужд, я хочу подчеркнуть, такого порога нет. Развивающиеся страны вообще делают такой порог ноль. Индия, Китай, Бразилия. Вы вообще ничего не везете, не уплатив пошлину. В странах Евросоюза он в районе 20 долларов, 20 евро. В Канаде 30 евро и так далее. На втором месте после России 500 евро Австралия. Извините, пожалуйста, 20 евро, 30 евро, то есть максимум, что я могу ввести в месяц, да, для себя, беспорто, это 30 евро. Да, таким образом можно 30 евро ввести. Совершенно справедливый вопрос. Там, где порог высокий, например, в Австралии 500 долларов в месяц, там абсолютно нет местных игроков, да, там все заполонили. Игроки, которые пришли извне, китайские игроки и так далее. В данном контексте наша ассоциация считает, что снижение должно быть, потому что много очень игроков пользуются этой лазейкой для того, чтобы ввозить товар беспошлино, вообще не платя ни налоги, ни НДС, ни пошлины. И далее перепродавать здесь. Виталик, извините, пожалуйста, вот можно прокомментировать, как раз пример Илья говорил о запчастях для американских автомобилей, да, то, что там магнитолу, по-моему, за 500 долларов, сейчас он уже эту магнитолу за 500 долларов не везет, да, потому что максимум это 150 долларов ограничивается, соответственно, она будет дороже гораздо. Да, но у нас присутствуют компании, которые ввозят в Россию эту же магнитолу, да, с соблюдением всех требований, то есть она проходит таможенную очистку, она проходит сертификацию, контроль соответствия и так далее. И добросовестные игроки, ввозя этот товар, конечно, несут издержки. Фактически вот та ситуация, когда человек покупает, используя вот этот высокий порог товар, тянет рынок вниз, да, потому что... Рынок интернет-торговли вниз, потому что конкурировать с такими игроками становится невозможно. Мы должны здесь сказать, что во всем мире страны защищают своих игроков. И Россия здесь должна принять те меры, которые давно назрели, да. На наш взгляд, конечно, если будет принято решение о снижении порога, необходимо продумать упрощенный механизм оплаты пошлин. Вот это абсолютно очевидно, потому что покупатель не должен ни в коей мере почувствовать вот это обременение, когда надо куда-то ехать, заполнять большое количество документов и так далее. Вот этот вопрос, конечно, должен быть изучен государственными органами, да, и придуман механизм, который упростит вот этот процесс. И, наверное, в связи с этим стоит вспомнить еще и ситуацию с международными перевозчиками, да, которые сейчас оказались, ну, тоже, наверное, не очень выгодной ситуацией. Вопрос открытый, да. Я в интернете читал, что многие вообще отказываются уже работать с Россией. Саша, как это будет прокомментировать? Ну, сложно пока комментировать, потому что еще ничего не произошло. Но при этом… Пока только разговоры. Да, это разговоры, есть какие-то реакции, вот, но, во-первых, там в объемах их бизнеса вот именно такая, именно теневая торговля, назовем ее прямо, она занимает не такие уж большие масштабы. То есть основной объемом все равно генерирует нормальная логистика, трансграничная и так далее. Вот, поэтому этот сегмент, он, я думаю, для них тоже доставляет проблемы. Я вот готовясь к этому разговору, приводил примеры, то, что и перевозчики, и компании-продавцы, даже заграничные, которые в этом как-то, ну, пассивно участвуют, они терпят убытки сейчас в связи с непрозрачностью всей схемы. Например, груз завис где-то на территории, там, России, по правилам, там, и, например, американских площадок, да и европейские, многие продавцы принимают на себя эти правила. Если груз не дошел, он отправляется еще раз. Соответственно, это вешается на чьи-то плечи, да, то есть недошедший груз, а он может потом дойти и дважды. Вот эти вот все убытки, как я понимаю, сейчас на себе как раз перевозчики эти несут, и несут ряд продавцов. Вот, соответственно, упорядочивание в любом случае нужно. Другой вопрос, когда появляются первые версии, как это упорядочить, это всегда вызывает какие-то ожесточенные споры. Ну, это безусловно, да. Пока не ясно. Потом опять, скажите мне, пожалуйста, корректно ли говорить, что мы сейчас опять в какой-то степени меняем правила игры. А перед тем, как менять правила, может быть, есть смысл с кем-то, с противоположной стороной, с партнером торговым посоветоваться, обсудить, или так не делается? Так и происходит, да. На самом деле, мы, правила, как я сказал ранее, не изменились, но в ходе предложений, которые разные ведомства озвучивали, было многочисленные встречи и консультации. Наша ассоциация приглашалась к диалогу со всеми заинтересованными ведомствами, мы участвовали в этом диалоге, и абсолютно очевидно, что государство тоже не хочет навредить потребителю. Как Александр правильно сказал, когда есть разные версии, есть много толкований. Сейчас в интернете что только не обсуждается, да, абсолютно абсурдные вещи, абсолютно абсурдные какие-то идеи. Я призываю все-таки обратить внимание на то, что, во-первых, ничего не поменялось, есть разные подходы, и не пытаться раньше времени кричать «пожар», да. Во-вторых, я хочу обратить внимание потребителей на то, что мы хотим, чтобы цены на товар снижались. И если мы этого хотим, а мы хотим это все, да, и потребители, и компании, значит, нам нужно обеспечить инвестиции в инфраструктуру. Нам надо, чтобы иностранные компании, которые крупнейшие, в том числе китайские, да, открывали здесь склады, вкладывались в логистику, да, и тогда мы все выиграем. Экономика выиграет России, пополнится бюджет, выиграет потребитель, потому что будет более широкий ассортимент, и цена будет падать. И в целом оздоровится вся индустрия, будет конкуренция, и это наше светлое будущее. То есть нужно смотреть на шаг вперед. Абсолютно согласен. Единственное, что хотел бы уточнить, вот эти меры, которые мы сейчас обсуждаем, они не приняты еще, да, я хочу тоже это для наших слушателей подчеркнуть. То есть не надо бить в колокола раньше времени. Они, тем не менее, приведут к тому, вот о чем ты сейчас говоришь, что наши иностранные коллеги будут открывать здесь активно склады, и, соответственно, улучшать логистические какие-то взаимосвязи, Саша? — Ну, я уверен, что приведут. Ну, потому что это бьет по имиджу в первую очередь там производителей, то есть какая-то непонятная форма. — То есть мы их к этому вынуждаем каким-то образом, так получается? — Конечно. Ну, то есть какая-нибудь компания известного бренда, да, она получает неправильный опыт покупки потребителям своего товара. Когда он был ввезен, не поймешь, какими путями, не поймешь, сколько времени, его невозможно вернуть. Это накладывает отпечаток на восприятие купленного хорошего дорогого устройства, например, какого-то, да. Соответственно, любым компаниям в сумме это все очевидно выгодно. Если это приведет в порядок, оптимизирует их логистические возможности, оптимизирует структуру расходов на доставку, это до конечного потребителя для ценообразования, для конечного потребителя, то в итоге и потребители, и компании, собственно, все, которые участвуют, выиграют. — Единственное? Да, давай. — Если можно, я бы хотел добавить в части защиты прав потребителей и трансграничной торговли. То есть надо понимать, что покупая за рубежом, да, вот этот рынок трансграничной торговли с точки зрения защиты российской защиты, закон о защите прав потребителей абсолютно не соответствует. То есть приобретая там товар, вы не гарантированы... — Он не попадает просто. Да, да. Вам не гарантируют, что этот товар прошел сертификацию. Если это детская одежда или вещи, вы не можете гарантировать, что они безопасны даже так, да. Если цена очень низкая, значит, там есть какие-то риски. Все, кто совершает, должны думать, да, об этом. Возврат даже денег, да, если товар не подошел. Это все проблема, да, то есть с точки зрения защиты прав потребителей, здесь абсолютно такая серая зона, в отличие от российских игроков и наших членов, да, у нас ассоциация работает с потребителями, да, отрабатывает каждую жалобу в отношении наших членов. У нас есть знак качества, АКИД, есть стандарты, которые мы постоянно проводим проверки, контрольные закупки и так далее. Здесь мы можем гарантировать и в случае нарушения принять меры. В отношении, у нас много жалоб на магазины зарубежные, да, к нам все равно обращаются, хотя они не имеют к нам отношения, не наши члены. А что вы, кстати, отвечаете? Мы ничего не можем помочь, да, мы говорим, что... Мы просто разводим руками. Да, мы говорим, к сожалению, да, цена была ниже, это риск того, что у вас сейчас проблемы. Мы ничего не можем сделать. В случае с добросовестными игроками, в частности, Белый Ветер, который наш активный член, мы оперативно отрабатываем все и внимательно расследуем каждый кейс, да, смотрим, в чем проблема, даем оперативную связь потребителю. Мы гарантируем знак качества, как ассоциация перед потребителями, отвечаем за то, что делают наши члены. В этой связи, кстати, и правила, которые мы разработали, и Киберпонедельник, и Стандарты, они абсолютно прозрачны. И главная задача защиты потребителя, это наша главная цель. Это благородная цель, я тебе хочу подчеркнуть это. Но возвращаясь опять к ценообразованию, можно говорить, что сейчас, ну, пока это все, опять возвращаемся, да, пока это все прощупывается, пока идет диалог, что называется, но на первых порах или какое-то, может быть, продолжительное время все-таки цены на логичные товары будут дороже для конечного, для россиянина. Давайте поговорим об экономике, да, то есть почему такая ситуация сложилась. Зарубежные интернет-магазины, экспортируя товар в Россию, во-первых, ничего не платят, да, то есть они не платят у себя налоги, не платят в России налоги, ничего не инвестируют в экономику России, да, они создают рабочие места, ничего. При этом используют канал, основной канал трансганической торговли, это Почта России. Там более 90%, там 98% приходится на Почту России, то есть они используют вот наши ресурсы. Соответственно, цена складывается из того, что они не несут никаких издержек. Надо понимать вот это. Во-вторых, надо еще сказать... Далее, прошу прощения, мы сейчас прервемся, у нас реклама, пару минут послушаем, и потом продолжим разговор. Ну что ж, друзья, продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.фм. Напомню, сегодня мы обсуждаем кибер-понедельник 2014, который сегодня, собственно, и проходит, и говорим на тему, что будет дальше с интернет-торговлей в России, в связи с последними обсуждениями на законодательном уровне многих нюансов. Напомню, в гостях сегодня Виталий Жигулин, исполнительный директор ассоциации компании интернет-торговли, и Александр Рожнов, директор по интернет-бизнесу компании «Белый ветер». И для вас, уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код города 495, и сайт компании «Финам.фм». Я призываю вас принять участие в нашей беседе, и ответить на вопрос, насколько, на ваш взгляд, нужен этот самый кибер-понедельник, и, что касается перспектив интернет-торговли, опять-таки, на ваш взгляд, уважаемые слушатели, рисуются ли какие-то проблемы. Мы продолжим наш разговор с Виталием. Об экономике мы заговорили. Кстати, вот ты про Почту России, собственно, упомянул. Получается, что, в принципе, Почта России, несмотря на то, что, да, никто, значит, ни налоги не платит, иностранцы, я имею в виду, ни налоги не платят, да, не создают рабочие деньги, а Почта России имеет возможность зарабатывать на этом мероприятии. Да, и она, я уверен, будет продолжать зарабатывать, потому что ничего не произойдет кардинального с рынком трансграничной торговли, люди все равно будут покупать. И я вам хочу сказать, что большая часть, больше половины покупателей совершают как раз-таки покупки в пределах 150-200 евро в месяц. В месяц, да, я хочу подчеркнуть, для собственных нужд. Поэтому это так и продолжится, да. По нашим вообще различным оценкам различных площадок, от 45 до 150-200, вот такой диапазон среднего чека, россиянина в зарубежных магазинах. По поводу перспектив, они радужные, мы позитивно смотрим в будущее. Рынок российской интернет-торговли растет в среднем на 30% ежегодно. Это драйвер в своей области, да, драйвер роста. Опережаем мы, конечно, традиционную розницу. И с проникновением интернета, сейчас около 80 миллионов интернет-пользователей, у нас более 20 миллионов интернет-покупателей. И чем больше растет аудитория интернета, тем больше покупателей начинает делать первые покупки в онлайне. Объем рынка по итогам 2013 года предварительно где-то 500 миллиардов рублей. И такие темпы роста, по нашему ощущению, сохранятся. Растет и количество игроков. Сейчас почти 40 тысяч интернет-магазинов в России. И будет рост, будет конкуренция. И это все тоже хорошо, потому что в конечном итоге будет выигрывать покупатель. Главное, чтобы эта конкуренция была здоровая. Конкурировать добросовестным участникам, которые платят налоги и пошлины, гораздо проще и вообще возможно, нежели с другими. Безусловно. Ну и вещи, которые мы обсуждаем сегодня, они как раз усилят здоровую конкуренцию. И к этому все ведется. Хорошую тему еще затронули. Мы сейчас поговорим о технологии оплаты. Технологии оплаты интернет-платежей. Давайте чуть позже, потому что у нас есть звонок и пообщаемся со слушателем. Юрий, добрый день. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый день, уважаемые. У меня один вопрос. Я неоднократно пользовался услугами eBay, Amazon и так далее. По поводу издержек. Мне бы хотелось понять, если цена товара там и здесь отличается, в разы, о какой экономике мы можем истеречь. Спасибо. То есть из чего складываются эти разы, что называется? Да, я просто вот из Гонконга заказывал себе профессиональный автосканер. Ну, в три с половиной раза. Разница. Да, ну есть о чем беседовать. Я не совсем не понимаю, вот это экономика советская. Юрий, я хотел бы уточнить. Вы один и тот же, да, мы предмет сравниваем? Да, да, да. Он пришел из Гонконга, который я имею в виду... Да, причем он пришел. Я 8 числа оплатил по ПБЛ и 23 числа он уже был в отделении почты. А вот то, о чем говорил Виталий, Юрий, ничего, не отключайтесь, хорошо, мы пообщаемся с вами. Да. О чем говорил Виталий, а вдруг что-то, какая-то, значит, некондиция там у вас с этим... Нет, она уже прошла проверку в бою, что называется. Ну, слава богу, да. А допустим, вот предположим, что вещь пришла и она некондиционная. Вот какие ваши движения, да, кому вы назад ее будете возвращать, кому будете жаловаться, от кого деньги будете требовать, как вы думаете? Ну, судя по той информации, которую они распространяют, вот и мои знакомые... Они это кто? Вопросов, ну, там, где покупают, аукционы, да, вопросов по возвращению товара у моих знакомых не было. Ну, понятно. Статистика пока не в пользу российской интернет-торговли. Я понял, я понял. Просто не было прецедента, видимо. Спасибо, Юрий. Я думаю, что головной боли здесь больше будет. Спасибо, спасибо вам за вопрос, ну и комментарий, Виталий. Ну, во-первых, те разы, о которых говорил наш слушатель, да, спасибо за вопрос, они никогда не снизятся, если у нас не будет изменений и инвестиций в инфраструктуру. А они будут только тогда, когда мы сможем отрегулировать этот рынок. То есть, если мы хотим смотреть вперед, если мы хотим, чтобы мы не стали каким-то непонятным придатком чужой экономики, да, нам нужно все-таки развивать свою логистику, инфраструктуру и привлекать инвестиции. Иначе мы не можем ожидать ни повышенных пенсий, никаких других тех социальных ожиданий, которые у нас у всех есть. Второй момент, который я должен сказать. Здесь, на самом деле, российские интернет-магазины, они не конкурируют, по большому счету, с зарубежными. Это разные покупатели. Те покупатели, которые совершают покупки в зарубежных магазинах, есть исследование высшей школы экономики, они в первую очередь гоняются за эксклюзивностью и широтой ассортимента. Они готовы ждать дольше, они берут на себя риски. Но они не гоняются за дешевизной в данном случае. Это не на первом месте. Вот исследование я показал. И второе, что показало данное исследование, что разница в цене на разные категории товаров, она совершенно разная. Есть категории товаров, в электронике в частности, да, где разница несущественная. То есть, это все очень сильно разнится. Это не мифы, что все дешевле в разы. Это не совсем так. Я понял. Давайте еще один звонок. Алексей, добрый день. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Ну, так вот, воля судеб воспользовалась услугами магазина. Но у них фирма по производству спортивной и военной одежды. Анда Арбор, американская. Заказывали через интернет непосредственно там, да? Да, через интернет. Нет, через интернет. Заказывал у них русскоязычный сайт, цены в рублях. То есть, сервис. Ну, я... Я перед этим обзвонил десяток наших магазинов, которые торгуют армейской одеждой иностранной. Но цены были действительно в два раза. Я не говорю в три. В два раза выше. При этом сложности с доставкой. То есть, я сначала оплачиваю. Они потом точно таким же образом за мои денежки мне привозят. Вот. Здесь я оплатил картой. В течение шести рабочих дней посылка была у меня дома. То есть, ну, это фантастик. Это даже не DHL был, а просто обычная какая-то премиум-премиум доставка. Но все подошло. Возврат у них оговорен, каким образом все это делается. То есть, ну, я не знаю, с чем сравнивать, понимаете? Честно говоря. И о чем вообще идет речь? То есть, ну, да, нам надо стремиться. Но есть Мерседес, есть Лада Калина и прочее. Еще и другого на урок не пришлось. Я понял. Спасибо огромное. Спасибо, Алексей, за звонок. Саша, ну, давай ты про детали. Извини, я хотел бы только подчеркнуть. Смотрите, вот Алексей говорит о том, что он заказывал в Штатах, да, русскоязычный сайт, оплата в рублях. Это как вообще понять? Ну, смотрите, во-первых, в трансграничной торговле, кроме серого рынка, существует достаточно крупные мировые известные компании, да, которые планируют выходить на наш рынок и уже каким-то образом... Вот таким образом. Та же самая компания eBay, которая является членом АКИД, она сейчас организует инфраструктуру для, собственно, аккуратной, правильной торговли на территории Российской Федерации. Если говорить про конкретно этот случай, он, на самом деле, очень непростой. Дело в том, если я правильно услышал, речь идет о компании, которая конкретно продает свою продукцию своими силами в Россию. И, если не ошибаюсь, там, возможно, не продает через дистрибьюторов. То есть имеется в виду, что и альтернатив нет. Соответственно, ее ценообразование... Можно говорить о сложных кейсах, когда мы говорим об одном и том же продукте по разной цене. Тогда, понятно, много критики, там нужно разбираться. Вот в этом случае, как я понимаю, он купил продукт, который компания сама поставляет в Россию вот таким способом. Но он дешевле, чем предложения, представленных на российском рынке. Потому что они, в конечном итоге, будут уже посредниками. Да, они уже будут посредниками, и, собственно, тут будет другая цена. Если говорить про еще разницу в ценах и на армейскую, и на какую-то другую продукцию, то, опять же, это связано с тем, что Виталий говорил про инфраструктуру. Дело в том, что поводом для спекуляций максимальных, да, как раз не поводом даже, а вообще основой для спекуляций является как раз отсутствие рынков, отсутствие цивилизованных способов покупки. И тогда всегда найдется кто-то, они не имеют к нам отношения, к белому рынку и вообще к тому, о чем мы сейчас говорим. Да, это вот компании, которые пользуются там острым дефицитом, невозможностью вообще доставки, покупки здесь, в России, задрать цену, как говорится. Такое бывает. И это как раз страдание потребителей здесь именно из-за того, что отсутствует инфраструктура, отсутствуют развитые цивилизованные методы конкуренции. Именно вот как раз устранение способов так недобросовестно конкурировать приведет к тому, что и армейская продукция, и прочее, они вольются в этот рынок, как это произошло там и в Америке, и во многих странах. То есть ты говорил о том, что eBay, он уже член ассоциации, правильно? Вот как выглядит грамотно выстраиваемая, что ли, да, политика, бизнес-политика иностранной компании в России? То есть вот он стал, это значит, что он обозначил здесь свое присутствие, да? То есть eBay теперь это не то, что я покупаю за границей, а то, что я покупаю в России. Да, компания eBay в прошлом году вступила в состав Акит, и они открыли представительство здесь и смотрят на этот рынок. Для зарубежных игроков, безусловно, наш рынок очень привлекательный. Он ходит в пятерку наиболее интересных с точки зрения прихода рынков. Поэтому будет и дальше развиваться эта тема, будет приход новых игроков. Вопрос, на каких условиях и как. Так, хорошо, давайте еще один звонок. Валерий, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Две минутки у нас осталось. Да, добрый день, я хотел поделиться позитивными вещами по поводу торговли. У меня, ну, супругу, во-первых, заказывают детскую одежду. Что самое интересное, есть здесь та же сеть магазинов, которая здесь торгует детской одеждой. И заказ у них же с сайта за рубежом получается намного дешевле. И, собственно, ну, вещи по качеству не знаю, наверное, то же самое, но получается дешевле заказывают за рубежом с их интернет-сайта через пересылку. Это раз. Потом по поводу возврата, там, вот, да, с китайской, я там, ну, айпи-камеру заказывал, да, во-первых, она здесь тоже там в три раза дешевле, да, если сравнить там по русским ценам. Она пришла неработоспособная, без проблемки. Он написал, там, сказали, все, отправляйте. Единственное, что там доставка обратно до Конконга, и то мне потом компенсировали, там прислали еще ключик совместно. Выслали новую камеру вообще без вопросов, без нареканий. И по поводу, вот, как я, я всей ситуации прошел, у вас тоже коллега освещал, по поводу того, что он не дошел до меня товар, я заказал визерман из Америки, и, собственно, там, прошел 40 дней, у меня, грубо говоря, не пришел инструмент, я связался продавцом, без проблем. Выслали второй, там, через 20 дней мне пришел второй, а еще через 10 и первый пришел. И получилось, что, как бы, да, у меня это, и вот на всех этих торговых одни позитивные, то есть меньше денег, да, там, единственное, что, ну, там, две недели ждать, как бы, вот этот момент, ну, это, как бы, и вроде стимулирует, подчиняем, ну, более приятно, а так только одни позитивные от интернет-торговли, если это урежут, как бы, сделать более меньше, ну, пацаны, мне кажется, что тогда надо делать, надо пересматривать наши цены образования и делать все потребителю, потому что таким ценам невозможно конкурировать. Понятно, спасибо, Валерий Звонок, спасибо. Осталось 30 секундчик, буквально, давайте уж подведем итог. Спасибо большое за передачу и за эту тему. Во-первых, я хочу призвать всех покупателей онлайна присоединиться к акции, да, потому что она еще идет, еще есть время. Во-вторых, я хочу сказать, что мы позитивно смотрим вперед, несмотря на то, что нашим российским интернет-магазинам есть на чем работать. Есть куда двигаться, да? Спасибо огромное. Виталий Жигулин, Александр Рожнов сегодня в сухом остатке. Спасибо за внимание, всего хорошего.